Привет из прошлого. В этом видео я расскажу вам о ситуации, которая произошла с нами при заказе апартаментов через Airbnb и дальнейшая ситуация, произошедшая уже на территории Турции по приезде в это место. Сама ситуация началась еще 26 сентября 2022 года. Тогда события очень быстро развивались, не было времени особо думать. Мы посмотрели через сервис Airbnb несколько апартаментов на территории Алании в пределах 500 долларов. Такой был бюджет. 500 долларов в месяц, я имею ввиду. Нам попался вариант, который очень понравился. Главное то, что там, во-первых, была парковка бесплатная и на картинках довольно симпатичная комната, даже бассейн внизу. Нам это понравилось, мы оформили и отправились в наш долгий путь, который занял в итоге 8 дней. Спустя 3 дня, когда мы поняли, что мы не успеем попасть в Турцию ни сегодня, ни завтра, я написал человеку через сервис Airbnb, сообщил ему о том, что мы задерживаемся, потому что огромные пробки на границе. Он сказал, написал точнее, окей, но проблем. 2 октября, когда мы уже оказались на территории Турции, мы приехали по адресу. К сожалению, навигатор сначала нас привел в неверное место, из-за чего мы просто не могли толком сориентироваться. После того, как мы попробовали через другой навигатор ввести этот адрес, мы оказались на таком перекрестке и долго не могли понять, в какую сторону идти. Мы спрашивали у прохожих, никто не мог подсказать нам направление правильное. Мы открыли карту и только через гугл карту мы нашли тот самый бассейн, который был на фотографии и более-менее поняли, в какую сторону идти и спрашивать. Я немного прогулялся и нашел территорию, на котором находится этот бассейн, но она была закрыта. А у меня за спиной находился Alania Dreams Apart, в который я зашел и на рецепшене у человека спросил адрес. Он сказал, что это здесь, он плохо говорил очень по-английски, на таком ломаном турецком и английском. Мы с ним пообщались, я говорю, мы можем, мы здесь недалеко припарковались, можно сюда перепарковать машину и занести вещи в отель. Он сказал, no, no, not here, 500 метров, same place. Что означало, мы сейчас вместе с ним отправимся куда-то в другое место, но оно будет такое же красивое и хорошее. В объявлении был указан контакт имя Джамаль. Этот человек был Мехмед или Махмед, кто-то такой. Когда я у него спросил, кто такой Джамаль, он сказал, Джамаль, it's a boss. Он сел к нам в машину и мы проехали, как он сказал, 500 метров, на самом деле километр. И оказались в другом отеле. Мы туда зашли. Он на турецком языке объяснил человеку на рецепшене, что нужна комната. Нам предоставили две комнаты. Мы посмотрели каждую из них. Одна была хуже другой. Во-первых, очень грязная, во-вторых, это был первый этаж. И совершенно все выглядело не так, как на картинках. Там все было чистенько, красивенько, хороший балкон, явно выше первого этажа, там может быть четвертый или третий. Здесь же первый этаж, вокруг грязь. Нам не очень понравилось. Я говорю, в чем проблема, почему вы не можете нас поселить такой же номер, как на картинке. Это совершенно не то. Мы не хотим здесь жить. Он объяснил, что сегодня все занято, но завтра, после 12, он нам предоставит новую комнату. Сказал, на пятом этаже. 500 метров. Ну, мы договорились. Кстати, позже я посмотрел Alania Dreams Hotel. Картинки. Это была она. Там вот прямо из объявления все те же картинки, та же комната, тот же бассейн, все те же виды. На следующий день, до 12 часов, я пошел снимать деньги. К сожалению, это у меня заняло довольно продолжительный отрезок времени, потому что там была проблема с принтером, не могли распечатать квитанцию, где надо расписываться. И пока я, значит, находился далеко от отеля, пришел человек, ну, потом со слов жены уже, и показал два варианта. Причем в этом же отеле. Я забыл рассказать самое интересное, как прошла наша первая ночь. Жена с дочкой спали в одной комнате, я спал четко напротив двери. Где-то в час ночи, наверное, у них за стеной женщина на русском языке запела, села батарейка. Жена вышла, постучала в соседний номер, попросила не петь. Значит, потом где-то в начале четвертого утра, это было 3.25, я там посмотрел на часы потом, я проснулся от того, что кто-то открывает и закрывает дверь, открывает и закрывает дверь, входную. А дверь закрывается там на ручке, такая пимпочка, которую надо нажать, и тогда с той стороны никто не может открыть. Каким-то образом, может быть, жена забыла нажать эту кнопку, значит, открывается дверь в очередной раз, и на пороге стоит молодая женщина с темными волосами, в короткой такой красной юбке. Я у нее на английском спрашиваю, вы кто? Она молча что-то так смотрит и заглядывает к нам в ванную, и хочет у нее зайти. Я ее беру, выталкиваю, значит, закрываю дверь, нажимаю на пимпочку. Минут через 15, снова открывается дверь, и я у нее просто на русском спрашиваю, ты кто такая, тебе здесь надо? Она говорит, я никто, я русская. С этими словами она уходит. Впоследствии мы поняли, что это была проститутка, потому что она что-то там плакала за стенкой, говорила, я хочу спать, а он не уходит. В общем, что-то не поделилась с клиентом, видимо, пыталась где-то спрятаться от него. Нам это категорически не понравилось, тем более ребенок маленький. Так вот, пока, значит, я ходил, снимал деньги, он показал на пятом этаже и на третьем этаже в том же отеле номера. На пятом этаже жена сказала, что ужасно, на третьем лучше, чем на первом. Но ситуация была такая, что я смотрю, как дочка радуется всей вот этой зелени, солнышку, кошечки бегают, которых можно погладить и покормить. И понимаю, что вокруг просто полный срач. Я на Airbnb уже ничего не мог найти. И параллельно с тем, как я начал писать претензию через этот сервис, я просто открыл на Google картах, написал отели и увидел несколько отелей поблизости. Мы с дочкой пошли, впервые попавшиеся, буквально через две дороги. Спросили, есть ли номера для двух взрослых и одного маленького. Они сказали, есть. Показали два номера. Мне понравился вот тот, в котором сейчас мы находимся, с большим балконом, с большой гостиной, кухонькой, ну да, небольшая комната спальная и ванна с туалетом. Очень чисто, турецкая семья заведует этим отелем, называется он Казмина Апарт-отель. Ухоженная территория, все тут моется у них, убирается, они сами за этим следят, парковка прямо у входа. И я спросил, сколько стоит, она говорит, 500 долларов в месяц. Я просто вернулся домой, показал жене картинки, она говорит, шикарно. И мы в этот же день, буквально в тот же момент, сели в машину, проехали вот две улицы и сюда заселились. А тем, я думал, он там скажет, подождите, подождите, там не выселяйтесь, вы нам заплатите за электричество, еще что-то такое. Нет, ничего не сказал. Он говорит, это Джамаль Контакт? Я говорю, да, да, Джамаль Контакт. И буквально через три дня нам уже вернули сумму, которую мы платили за тот отель. Так что не тушуйтесь, никто, если вас обманули, вы всегда можете вернуть деньги. Если это через сервис происходит, сервис пойдет на уступки, потому что, ну, во-первых, не то, что на картинке. Во-вторых, качество гораздо хуже, грязь. В-третьих, еще кто-то ломится вам какие-то, ну, проститутка в номер, извините меня. Если это происходит наличными, то вы всегда можете обратиться в полицию, они очень этого боятся и не будут с вами связываться. То есть вернут вам деньги, главное, чтобы не было проблем. Пока жена, значит, находилась с дочкой в отеле, я отсутствовал, она встретила соотечественника, молодого парня, который заселялся в этот отель. Но мы тогда не знали про то, что поблизости есть нормальные за те же деньги. И тот ей сказал, что за эти деньги вы здесь ничего лучше не найдете. Две дороги, прекрасное место. Все замечательно. Мы очень довольны. К сожалению, съезжать нам отсюда придется, потому что, ну, ВНЖ в этом месте не оформляют, потому что это отель. Скорее всего, будем двигаться в сторону Мерсина, потому что в Алании уже никаких мест по нормальным ценам нету. В Анталию мы не хотим, потому что там дороже. Будем двигаться в сторону Мерсина. Надеюсь, место будет тоже таким же гостеприимным. И нам там понравится. Вот такая вот история с нами произошла. Может быть, кому-то поможет не попасть в такой просаг. Я даже не знаю, как это произошло. Из-за того, что мы опоздали или просто у них вот несколько таких отелей, по которым они людей гоняют, и те соглашаются у них оставаться. Ну вот, я не мог на такое пойти и выбрал другое место. В общем, вам спасибо, что смотрели. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok